Добрый вечер, друзья! Сегодня я вам на нашей мужской кухне, чуть-чуть эзотерической, расскажу, каким образом я готовлю суп-пюре. Мы берем колотый горох, 500 грамм где-то, шампиньончики, потом лучок, чесночок, чесночка можно меньше, я просто чеснок очень люблю, от цунги, от вампиров, морковка, перец болгарский, зелень, масло. Я масло использую неарфинированное. Значит, затем нам понадобится вот такой сотейник обжаривать. Понадобится кастрюля, собственно, сама супа, большая кастрюля. И маленькая кастрюля, я параллельно в ней завою горох. Хочу сегодня вам рассказать про одну книгу, которая у меня была в детстве, ну, не в детстве, конечно, но юношестой. Это «Путь дурака», это «Сикаристы». «Сикаристы», членов своей команды, видимо, попросили написать разные рассказы. Они писали, что они собирались в НГТУ сначала. То есть они проводили свои там, там, рулон был. Рулон или рулон? Рулон, скорее всего, да, такой рулон. Персонаж такой. То есть он потом, по-моему, он в психушку как-то попал. Ну, и вот он там себя вёл постоянно адекватно и, в общем, всех призывал это делать, что это истинная свобода. Я помню, что у них были какие-то семинары, на которых они там чморили друг друга. Ну, как бы убивали чувство собственной важности. И вот тогда мне это очень понравилось, потому что я сам в то время боролся с чувством собственной важности. И мне показалось, что ну, это прям вот то, что... Ну, это то, что нужно, прикольно. Вот. И там в одной, значит, в одном из рассказов упоминалась моя знакомая Наталья. Ну, упоминался тот период, когда она ещё жила на улице Революции. И тогда Алтай у нас ещё был мало освоен. И с Москвы, там, с Петера, ещё каких-то городов ехали ребята. И вот сначала они останавливались у Натальи, а потом как перевалочная база. И потом они уезжали уже на Алтай. Она им там давала на пустое, говорила, куда ехать, нужно какие места посмотреть. Потому что, ну, в основном они ехали автостопы, значит. И самое интересное, что Наталья Тамараева, она вообще была чек-чек-тусовка. И в итоге я сам её проводил на Алтае. Ну, это было лет, наверное, уже 15 назад. Она уехала в Чимал жить. Там, один раз я к ней приезжал. То есть она такой человек, она сидела к ней, приходили люди. Она была такая, гуру, гуру такая в очках. Вот, вообще в рассказе написали, что Замарарба была больше похожа на мышь. Ну, там, они, там, панковские у них выражения, типа, мышь, жаба, там, ещё кто-то. Вот, это была мышь, типа, социальный человек, похожий на человека из социума, хотя она изрекала такие вещи, как, там, смотри, три знака судьбы, да. Там, мужчины, там, недостоин, там, чего-то. Мужчины – это такие существа, женщины – это другие, там, существа. Меня она называла в Нагваре, при том, что она так, это Нагваре, она не то, что, там, положительный Нагварь, да. Она, такая, Нагварь, Нагварь ходит, вокруг себя женщин соврал, что-то их там учит. Ну, Нагваришка такой, в общем-то. Ну, у нас были дружеские отношения, и надо сказать, что она порой сама не знала, кто у неё живёт дома, потому что там просто толпень. Постоянно, как толпень, были бандиты какие-то, и какие-то учителя, гуру там, и алтайцы, и бог его знает, кто вообще, кого там только не заносило. То есть она периодически вылавливала кого-нибудь из толпы, говорила, о, ты кто? А, ну ты где? Что ты здесь делаешь? Я у тебя живу уже, не делаю. А, ну ладно, то есть, да. И вот она сидела, в шахачёчках, вязала на спицах, и, наверное, учила людей жизни. Ну, это было интересно, но я не застал её на революцию, я застал её на Чириускинсов. И вся, в общем-то, ничего не изменилось, человек переехал, и за человеком переехала тусовка. У неё постоянно кто-то живёт, то есть всё время какие-то люди у неё тусоваются. То есть если хочешь тусовки, можешь зайти и замараривать в любое время, у неё будет тусовка. И она будет сидеть на кресле, вязать шарфики свои и нагварьствовать. Сама нагварьствовала, да, а меня нагварь, нагваря, значит, обзывала. Вот, и потом она всё-таки добилась своего, она уехала на Алтай жить. Ну, сейчас я начну резать, ещё расскажу несколько и пару, что... Режем лук, а, и ставим, всё-таки, горох ставим варить. Вообще, конечно, в те времена это было круто. Были всякие семинары, она меня отправила на холотропное дыхание. Значит, я от неё узнал, какие вещи, как ребёшинг, там. Мы пытались у неё дома сделать, там, рождение, рождение. То есть на самом деле, то есть есть, ну, как бы рождение, там, прохождение по родовому каналу. Можно было это сделать в воде, да, люди встают, там, между ног у них, там, они проходят имитация родового канала. В общем-то, называется, вспомнить всё, когда на подсознании человек заново рождается, да, там, в муках, там, чуть не захлебнувшись. А тут просто брали одеяло, и все наваливались, там, человек молил о пощаде, там, кричал, выпустите меня. Она говорит, не выпускаете, не выпускаете, вот оно, началось, вот то самое состояние, когда человек... Короче, я не знаю, я чуть не задохся, короче, там, всё, больше... И другом его тоже, Лешу, они... Мы там, типа, ну, он говорит, Димон, я говорю, мне стало тебя жалко, я чуть пью, чуть опустил, и ты всё-таки вышел. Нет, ну, как-то должен. А Замараева такая, значит, со мной видом сказала, кисарёный, да, да, ну, видно, да, видно сразу. Я ходил на лотропное дыхание, там, сначала использовали ЛСД, если кто знает, а потом, ну, когда ЛСД запретили, решили, что нужно кислородом дышать. Это связано дыхание, а интенсивно, и кислород начинается кислородом, значит, и там начинаются какие-то видения. То есть, и это активное дыхание потом скатывается на, в смысле, на такой поверхностный, человек практически не дышится. Он и так кислородом напитался, и он так чуть-чуть поверхностное дыхание становится. И, значит, особенно женщины мне нравятся, когда там, ну, дальше меня все были, ну, они там рассказывали, один был, значит, акванар, или как-то, а другой ситар, по-моему, что-то такое. То есть ситар охранял, чтобы он в таком состоянии, там, не пошёл никуда, там, за окна не выпадал, ещё какие-то вещи там не совершил. Вот, и он им поддыхило просто, чтобы тот с ритмами не сбывался, то есть работали они прямо в паре. Да, дедушка там был, кстати, такой уже в годах интересовый. Значит, лук режем как угодно, потому что всё это мы будем обжаривать, а потом, я вам сразу скажу, мы это будем блендером измельчать. Вот, чеснок вот так вот давлю я, вот, чеснок, конечно, китайский, не давится, не очень. Вот, таким образом я ходил на холотропное дыхание, ходил много туда, и, значит, ну, круто, надо для меня открыло, в общем, какие-то вещи. Потому что, ну, я к тому времени занимался осознанным сновидением, да, и для меня это была самая главная практика. То есть, я не понимал тупо вот холоту, то есть, я испытывал, да, эйфорию там от холотропного дыхания, но самого, как бы, ну, я думал, что, ну, как осознанным сновидением круче, конечно, что-то, летаешь там по всему, миран, там, всё, другое, третье. А тут, ну, подышал, ну, там, ну, да, ну, тебе, там, какой-то кайф, там, словил-то. Ну, а у людей вообще, там, инсайты какие-то были жуткие, они, то есть, они делали выводы, женщины, там, рассказывали, как они шли, там, им подошел шаман, потом медведь, тут костер, медведь костер растоптал. То есть, там такие были истории, там, полгода надо было ходить, хотя, там, холотропили, они, там, может, минут, там, не знаю, ну, пить надо 20, например, да, а истории хватало, конечно, надолго. Так, масло, значит, горох варится, пока горох варится, мы в сковородочку, на сковородочку немножко масла наливаем. Ну, что масло наливаем, и, это моя любимая, лопатка деревянная, и лучок уже можно сюда класть, пусть горится. Вот, значит, морковку тоже можно резать, как угодно, потому что, ну, я, я, я просто морковку не тру никогда, не тру, я не считаю, что даже какие-то она, ну, мне кажется, что она теряет какие-то свойства, морковку тоже, в принципе, можно резать как угодно, потому что все равно ее жарить, жарить, жарить. Вот, значит, ну, и, конечно, поскольку я боролся с чувством собственной важности, а Наталья периодически меня чморила, да, чморила, но делала она это с очень умным магическим видом, и это мне очень нравилось, мне вот не хватало такого в жизни мазохизма, чтобы, ну, как бы, если ты воин, да, и у тебя нет своего личного тирана, то тебе очень не повезло, потому что тебе ненаком испытывать свою силу, ну, как ты поймешь, какая у тебя сила, если, да, если у тебя все хорошо, а вот если у тебя все плохо, у тебя там, смотря, да, да, как, вообще у сектористов, ну, их я-то не был, конечно, вот из тех, я считаю, они там какие-то грычи ставили, там, посты, нет, вот тебе грычи, то есть они заводили их всех в лагерь, ну, на базе какого-то лагеря, это же было модно, да, начало 90-х, и проводили вот такие, то есть им там, делили группу, одни были опущены, да, а другие их опускали, и вот они возвращались с чувством, собственно, важность, боролись люди, таким образом. Ну, в общем, в этом зерно, конечно, есть, то есть там, и жрать им там не давали, и они были, должны были там еду заслужить, ну, то есть, зерно, конечно, в этом какое-то есть, в плане того, что, да, это, и тут они, люди же ломались, если люди ломаются, значит, ну, как ломались, то есть, люди что-то меняло, значит, что-то происходит, я, ну, хотя, на самом деле, там, и рулона, ну, это, там, не совсем здорово, конечно, была, фактира, они еще к тому же были, ну, короче, они в сексе, им нельзя было оргазм испытывать, я не знаю, не то, что нельзя, а они так контролировать свои тел, что они не, ну, а, они с вами испытывали оргазм, но физиологически этого не происходило, вот, то есть, и это прям, они могли вечно заниматься любовью, и, 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 и все, там, и многократные оргазмы без перепрячек, вот, ну, как бы, да, там, и там присутствовали в этом, в этом учении, в общем-то, ну, это я про хутирака, про книгу рассказывать, у меня еще с тобой нет под рукой, но у меня на даче, я на даче, типа, там, книги читаю, читаю, там, книги, ага, ну, в смысле, у меня есть такая иллюзия, что я, там, книжки заходим читать, вот, и, в общем-то, они занимаются еще, отчасти, немножко шаманизмом, немножко продажи, опять же, всяких-то, ну, не знаю, там, гедровых дел, по-моему, еще, отчасти, они, там, хвалили, по-моему, Вереса, и рассказывали, что мы утратили, ну, что, вообще, русские утратили свою истинную веру, что это язычество, перила, Верес и тому подобное, что, ну, вот это вот, да, ну, там очень много было, кучу свалено всего, и все это было на каких-то, ну, там, просто они вели себя как панки, как психи, и, типа, они были антисоциальные, и, вот, такое вот панко-эзотерическое учение, вот это руло, она была, вот их книга, путь дурака по секористы, вот я сейчас вспомню, вот, ну, как бы, ну, заморайл, не принадлежала к психористам, конечно, но, вот, замашки какие были, были, антисоциальные. А, самое интересное, что у нее мать была в фрахове нашего техникума, и я написал эту картину Ромео и Джульетта, эту громадную картину, ну, не очень хорошо написал, на самом деле, маслом, первые мои пробылы маслом, значит, ну, она здоровая была, такая громадная, какой-то арамика безумная, лепной, и ее, поскольку я в начале 90-х играл в рок-группе «Граната», в авиационном техникуме, то, ну, играл на гитаре и пел, вокалист там, да, с крашенными глазами, с крестами, такими, мне с головой станистки, меня с уроков выгоняли постоянно, потому что я прям вот так заходил, мой урок там сидел, с политэкономией меня выгоняли, не политэкономия, а, как же это называлось, не военный, я не помню, ну, в общем, что-то, что-то связано с политикой нашей партии, вот меня постоянно говорят, Васичев выйдет, я не могу вести урок, пока Шишкин сказал, выйдет, пока ты сидишь с крестом, с этим, вниз головой, с накрашенными глазами, там, стричей какой-то безумной, весь, там, в коже такой-то, в клевках, и все, выходи лучше, не портил, и я радостный, уходил, мы брали там, уходили полгода, брали пиво, заломались в автовый зал, там, с черного входа, да, и репетировали, 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 в поле тракта, дыр-дыр-дыр, мы замеем, мы замеем, вот, и я там картину свою повесил, и потом, когда уже, значит, она уходила, замараяла из техникума, она говорит, Дима, можно я заберу, ну, смотри, замараяла старше, смотри, можно я заберу картину к тебе на даче, ну, можно, конечно, убирайся, когда она висела, потом, когда я с Натальей познакомил, Наталья говорит, блин, нагуай, да ты меня вообще уже преследовал в детстве, я, говорит, твоя картина даже на даче у меня висела, да, на меня с ней познакомили, тоже, как, меня девушка одна, просила стать ее учителем, духовным, не знаю, магичным, короче, научить ее сновидеть, ну, просто, там, можно было учителей искать, можно читать, можно, вот, она говорит, стань моим учителем, блин, я не умею, я не смогу стать моим учителем, она говорит, ну, я сейчас познакомлю его с девушкой, которая может стать учителем моим, и я пришел, она меня привела, познакомилась с ней, первое впечатление, конечно, было дикое, то есть она меня сразу положила на пол и стала, что-то там, по мне прыгает, там, ложится на меня, энергию какую-то качать туда-сюда, вот, то есть дыр вдоль, я лег, она сверху легла, качай энергию, ну, она сказала, что это, а потом я привык, я понял, что это, это такая магическая манера поведения, она шокирует всех людей, так, режем перец, значит, жарим лук, морковь, вот, хорошо, хорошее, вообще, лоб, хорошо, очень большой лоб делать в таком сотейнике, он глубокий, непригораемый, минимум масла, минимум масла, ну, быстро мешать, только единственное, что нужно, интересно, перец вообще без косточек, значит, сейчас жарим лук, морковь, перец болгарский и чеснок, морковь, перец, чеснок, вот, ну, сильно красиво можно не делать, потому, потому, что все это будет, все это будет пюре, значит, сейчас обычно я не солью, а, выпускаю, ну, потом выпускаю, ну, потом выпускаю соевый соус, все это, все это, все это, со соевый соусом, сам по себе, соленый, поэтому, и чесночок туда же, значит, вот, лук, морковь, болгарский перец, чесночок, пока зелень приготовлен, для того, чтобы, ну, вообще зелень в конце, я просто, ну, верхушки открываю, значит, здесь укроп, петрушка, так вот, пибельки убираю, так вот, я, так вот, что, что, что мне вообще мне залогло, все эти интересные вещи, своя собственная борьба, да, чувство собственной важности, и вообще, это, может быть, какая-то помощь, на самом деле, я не принимаю быстро в сердце, перестал принимать многие вещи быстро в сердце, и практически перестал обижаться, то есть, ну, вот, ну, может быть, не совсем перестал обижаться, но, ну, таких, такой жуткой обиды нет, я очень быстро отхожусь, может быть, это все-таки, только дологлый результат, ну, вот, интересно, вот, я хочу рассказать про холотропное дыхание, еще у нас там были разные, мы не только холотропили, но у нас было еще доверие, значит, у нас человек завязывает глаза, а другой, его, может быть, ситор тоже, наверное, вводит, вплоть до того, что там, ну, это в институте было, а, не институт, как было, да, водный институт, я его водного института, он на красном проспекте, я общий сутки, ну, не помню, в общем, ну, суть в этом, и вот, ты доверяешь, я полностью, полностью доверяешь человеку, и он тебя выводит, вот это что, выводит на улицу, да, а ты не видишь, он просто тебя вводит, ты ему доверяешь, такой, ну, такая практика на доверие была, потом, ну, я потом сам идею чуть хорошо подробно дыхание, то есть, еще плюс чакрование, я называл это чакрование, то есть, я, там, энергетически подавлял чакры, ну, собственно, сначала человек дышал, да, потом на поверхах на дыхании отрывался, практически переставал дышать, там, вылетал, в нирвану, некоторые, кстати, его приятно, как бы, ну, теряли на время, как бы, связь, здесь и куда-то улетали какие-то пространства, я, насколько у меня не получалось, я получал просто интересный эффект, не включал уголок, жар, жар, мешали жар, и, значит, ну, такой релакс, конечно, пешка, во-первых, руки сводит, вот так вот, то есть, прям, ты чувствуешь, как бы, вот, какие-то, вот, энергетически, ты чувствуешь, прям, у тебя выход, как будто из пальца свет идет, ты такой себе, где у тебя уже она электризована, вот, и тебя так сводит, потом тебя расслабляет жутко, то есть, физически, там очень интересная термика, все-таки, и, ну, это, это техника дыхательная, естественно, то есть, ну, вообще, тут, ну, ну, конечно, тут уголок больше, думать на, метафизические вещи, термофизические, но, по стоку, по стоку, я был зациклен на особом сновидении, у меня никаких выходов, по стоку, не получал, ну, вот, у некоторых получал, сейчас просто я картошку беру большую, потом чистить не люблю ее, да, вот, берем и картошку режем, как на простой суп, в общем-то, простой супчик, все это вкладываем в кастрюлю большую, но, что варится, это будет отделить, справа, 12 овощей и трав, там есть соль, я просто сюда добавлю, и у меня будет соленый продукт, в общем-то, таким вот образом, я, наверное, все-таки добавлю сюда еще масло чуть-чуть, потому что это вообще, ну, как бы, я еще раз говорю, что я, ну, вообще, не я, не жена моя, меня это не потребляем, по причине, ну, по, 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 по идеологическим причинам, естественно, поэтому, вот, как бы, весь жир, который там будет, значит, и вот я, красного перца, на кончике ножа, я сюда тоже бахал, ну, про замарай, хотел рассказать еще, что, конечно, как она вообще работала в больнице, то, там, конечно, и гетаминовые сессии, там, в плавении, маленько пускали, но гетамин, такая вещь-то, ну, просто рассказывали, что одного парня, он как улетел, и все, и не хотел возвращаться, пришлось им там, его, реанимировать, ну, в общем, так вот, страшно, ничего не случилось, и вот она, значит, один прекрасный момент, без помоги мне, помоги мне, я собрался на Алтай, она, не помню, продала, по-моему, квартиру, купила там дом, чемали, тогда еще, чемалка, такой, еще тоже полудить его, район, и, какой-то КАМАЗ, подогнали, и я ее помог погрузиться, там, какую-то советскую, советскую, постсоветскую, какой-то барахло, помню, помню, связки, плитки, этой метлахской, которая, страшно выглядит, в туалет, как раз, советских, коричневая, коричневого среда, в общем, все это она загрузила, и уехала си на Алтай, потом я ее встретил, она была биеменная, она там, пошла, вот, это, супер-богатыря, ну, это ненадолго, естественно, потому что, такого мага, как замарайла, и, тяжело держать везде, естественно, такой мужик сможет, либо настоящий, он магический мужик, да, какой-нибудь, там, шаман настоящий, их же мало, и, естественно, она с ним развивается, я вот потом отдыхал на Алтай, нашел ее, в чем маленький, ну, мы там, немножко выпивши, но очень агрессивно меня встретила, у нее, как раз, вся тусовка, женщин, воинов, женщин, воинов, да, фо, она переселилась туда, к ней, к ней приезжали уже, и она там, значит, нагвальствовала, ну, учительского, тоже где-то, в больницу какую-то работу, потом говорят, что где-то, не знаю, я сейчас, обратно город приехал, потому что, ну, у нее тогда был такой светлый, текущий, сынок, мальчик, и она мне, значит, там, женщина сидит, ходит, свинистки какие-то, уху, уху, мужчина, уху, и она, ну, что, нагваль, все, там, закладываешь, а времени, все меньше остается, на то, что, я не помню, для просветления, а, да, 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 была дикая, дикая у всех, жажда просветления, то есть, оно должно было каким-то образом наступить, и что-то должно было случиться, его как-то надо было заслужить, достичь, в общем, там, ну, я, кстати, достаточно далек был от этой школы, но вот, постоянно просветление, 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 вот эта тема постоянно мелькала, значит, картошку, картошку, начинаем варить, картошка варится, потом, сейчас я еще порежу морковочку, то есть, морковку пожарю, еще отдельно порежу суп, значит, картошку, морковку, и потом грибы, все это варится, ну, значит, ну, просто морковочку нарезаем тоненько, это больше, для красоты, да, значит, ну, вот, Наталья, это, конечно, это для меня была целая эпоха, человек необычный, ну, человек явно талантливый, хотя я говорю, что, встретил на меня на Матайе очень холодно, я заехал там буквально на час, и, хотя, когда я грузил на Матайе, помогал ей, она сказала, ну, пока она говорит, и, это, значит, поцеловала меня в гуру, даже, ну, старше меня была, она больше на учительницу похожа, чем на Матайе, вот, и это, значит, мышь, как на ней пишут книги, мышь серая, в моих очках, засосала меня, она повторюсь на Матайе, вообще, ну, ну, ужасно, я, я после, мне даже друг подошел, и слушай, и не кажется, что твоя подруга, переборщик, я говорю, да, не обращай внимание, бумаги, они такие, суровые, ну, Дон Хуа, Дон Хинара, сами понимаете, там не дают ласк, настоящим бумагам, они, вот, моя любимая абхазская соль, там она тоже, скрипан, а ты мы маленькая, я, ну, что я ее положу, все, в общем, просветления я не достиг, судя по всему, ну, и, ну, это не было моей задачей, на самом деле, хотя, по сути, разобраться, да, что это такое вообще, это очень, ну, как бы, просветление, вот, ничего не происходит, а что-то произошло, как ты поймешь, что достиг просветления, тебе перестали, мески, значит, какие-то дела волновать, да, и ты, ну, такой, стал такой спокойный, летишь в вечности, ну, что-то такое, у меня такое, какая-то такая ассоциация, так, основной суп закипел, да, получается, мы его солим, потому что солить, лучше в воду, которая закипела уже, значит, морковку, морковку сюда, пусть варится, варится отдельно все, в общем-то, потом я туда же засыплю грибы, а сейчас у нас сварился горох, овощи, которые мы жарили, мы кладем горох, они уже соленые, да, вообще, я, конечно, припускает, договорились уже с соевым соусом, но, каждый раз они уже поперчены, посолен, вот раз я просто забыл, купить, он у меня закончится, обычно он всегда есть, ну, не страшно, в общем, вот, горох и овощи, а потом мы с этим делаем следующее, мы берем блендер, и, стараемся не сломать, и делаем из этого всего кашицу, вот, собственно говоря, дорогие мужчины, почему я сказал, что не нужно, красиво резать, потому что все равно все, это пюре, можно экспериментировать, на самом деле, да, можно туда, там, помидор добавить, ну, когда жаришь, можно фасоль в ручку, можно, ну, еще какие-то ингредиенты, интересные, в общем-то, да, пережарить овощи, еще какие-то, и потом их, измельчить в пюре, и, будет просто глибку, вот, такого, интересного цвета, просто морковка, да, и, естественно, это все, естественно, это все, да, оно должно немножко больше, более сломано, потому что оно потом, разведено будет, разведено все равно судьи, значит, я напоминаю, что у нас, тем временем, варится, картошка, морковкой, значит, а, уже можно, уже можно, уже можно, в принципе, положить туда, лавровый лист, я как-то делаю все больше по, чувству меры, что ли, но иногда оно меня подводит, я пересариваю, бывает, да, и перец-горошек, перец-горошек, он дает аромат, потом, лучше пусть, едоки его выловят, я считаю, это, ну, я хочу сказать, что, я, вот, позже, да, даже у меня была песня просветления, такая, ну, она была уже ироническая, такая панковская песня просветления, вот, какие вот это вот практики, хорошие, хорошие, а не плохие, это практики борьбы с чувством, собственной важности, да, эти практики уничижения, холотропного дыхания, очень модные были, и там, и очень много женщин там было, такого выраста, когда у них там, какая-то, любовь не сложилась, там, семейные отношения не сложились, жизнь не сложилась, они все это, говорили, что это можно все продохнуть, и потом, когда ты продыханный, это можно так, спокойно проблему, любую, продохнуть, выдохнул, и все, и проблемы нет, то есть, на таком энергетическом уровне, ты ее взял, выдохнул, и вот они на самом деле, когда входили в транс, они там мучились, там, отмечательная любовь, все, там, ну, сексуальная, естественно, подоплека была, еще также у нас были некие практики, суфистские, я помню, одно упражнение было, подходишь к незнакомому человеку, улыбаешься, делаешь круг руками, как она называется, мандал, или так, улыбаешься, обнимаешь его, от всей души, незнакомого человека, от всего, не знаю, то есть, ну, в принципе, это очень интересная практика, потому что, очень, многих людей, они ломали, как это, как это, как это сделать, это, ну, достаточная свобода должна быть внутренняя, для того, чтобы это, можно было позволить себе, тем более, что постсоветское пространство, люди все, закомплектованные, женщины, мужчины, да, это было так, кладем туда шампиньоночки, врезаны, вообще, говорят, что в грибах ничего нету, без другой стороны, говорят, что грибы носили информацию, даже, там, споры в космосе, они, не погибают, что там, с других планет информация энергетическая, что грибы вообще завоевывают мир, что они там, под землей, даже, обыкновенные обята, которые собирают участвовать, что они имеют общую, там, грибницу, которая, там, на пол материка, мы просто этого не знаем, вот, что они, скорее всего, нас завоевывают, грибницу, и, значит, сейчас чуть-чуть, чуть-чуть, грибы поварятся, и мы туда, вот это пюре, опускаем, вообще, интересно, он, Денис Макена, на эту тему, очень много рассуждал, исты, галлюцинации, по поводу грибов, употребления грибов, и всего остального, это было непросто, как сказать-то, это было непростое, употребление грибов, вот это вот все, он по Амазонке, там, ездил, собирал грибы, смотрел, как, какие-то, значит, миссионеры, которые шли, местных, христиан, христианству обращать, в итоге сами обращались в местных, там, сели на гамаках, женщины с детьми, сидели под гамаками, то есть, они там, грибки кушали, там, траву, пыхали, и, в общем, уже про христианство, про миссионерство, про все забыли, потому что, ну, женщины, там, грибы, трава, хай, вообще, природа, Амазонка, джун, жизнь, пришли за Христа, агитировать, заходите, заходите, давай, так остаются люди там, ну, говорят, многие, что, миссионеры уже и забыли, зачем пришли туда, вот, берем, значит, нашу красивую, вот эту вот кашу, и опускаем, ну, все, вываливаем вот сюда, все, вываливаем вот сюда, и пусть она там растворяется, вот нам нужно, есть основной суп, да, а мы туда добавляем, вот наше пюре, здесь суп желтый, поэтому лучше, и тем более, тут жидкость, я думаю, что лучше назвать это, yellow submarine, да, у меня жену зовут Марина, submarine, короче, желтая подводная лодка, этот суп будет называться, желтая подводная лодка, или yellow submarine, вот, такой желтенький, но, сейчас в конце, мы в него, сделаем, во-первых, сломенчатый огонь, а то он сейчас у нас, уплывет, вот, ну, у меня всегда под завязку суп, я помалу не готовлю, это я вообще уявляюсь, как у меня еще, значит, и в конце, конечно, зелень, мы добавим все-таки изумруда, yellow submarine, будет немножко изумрудного кладка, ну, в основном, это все равно подводная лодка, которая должна всплыть, значит, собственно говоря, через, я думаю, что, сейчас нам на мелк, на маленький огонь поставить, и суп доходит, и мы туда, бросаем зелень, на этом, на этом, в общем-то, наша желтая подводная лодка, готова к употреблению, пусть она постоит немножко, вообще, у меня в планах, у меня в планах, показать, как я готовлю, щи без мяса, борщ без мяса, в общем-то, ну, то есть, потому что, чтобы, как-то все равно, можно удивить, даже если ты никогда не готовил, можно чем-то удивить свою, вторую половину, приходит на три раз, борщ, в общем, кладем, все, сюда, это, это красиво, поверьте мне, это вкусно пахнет, это не классический гороховый суп, то есть, ну, вот этот рецепт, я нигде не читал, единственное, что, когда он стоит, да, долго, у него, все-таки пюре, осадок выпадает, и нужно его немножко, ну, перемешивать, прежде чем разогревать, ну, прежде чем наливать, вот, ну, на этом я хочу, в общем-то, пока закончить свои воспоминания о книге путь дурака, о сикаристах, о Наталье Замараевой, эзотерической королеве 90-х годов, с внешностью учительницы, и вообще, все эти тусовки, которые происходили на универх, это перевалка на Алтай, эти разговоры о сновидении, эти разговоры о просветлении, эти практики безумные вообще, просто, какие-то безумные практики, особенно, на реберфинг, домашний такой, давайте, все собрались, ребята, ну, что делать, давай в города поиграем, давай, все там собираются, да, давай я что-то, выпьем еще, нет, нет, это, это, это крайне редко было, на самом деле, практически не было, да, я тогда вообще ничего не пил, а вот, именно, давайте что-нибудь замутим, какую-нибудь практику, да, давайте, пум, и все это под таким, ну, соусом, достижение, предпросветление, то есть, ну, это было интересно, это, это было необычно, и все, кто приходили со стороны, они сначала даже, были в неком шоке, вообще, от этой тусовки, от этой компании, да, которая, там, летит к просветлению, варится, само себе, и вот, этой, хозяйки, хозяйки, этого дома, сидящие, вяжущие шарфики, рассказывающие, притчи, какие-то истории, ну, приход был очень большой, очень большой, вообще, такие явления случаются, я думаю, ну, очень редко, ну, вот это, необычная жизнь, за ней, постоянно, шла, толпа, такой, странный, лидер, в твоем роде, я давно ее не видел, как она увидит, когда, этот блог, привет, антария, я думаю, что, я, ничего, не приукрасил, не приурал, не приукрасил, все как было, так и, в общем, спасибо, что же, я думаю, что все готово, пора вызывать близких, родных, пробовать, это все варила, желтую подводную лодку, сегодня ездили, сейхал к сдаче, хлеб, это я знаю, что он не полезный, но он теплый, здесь я на сдачу, в Машково, купили хлеб, не могу, не могу устоять, я знаю, что это не полезно, что себя не похвалишь, да никто не похвалишь, ну, ребята, пробуйте, готовьте, приятного аппетита, подписывайтесь на мой канал, с вами был Дмитрий Васильевичев, да пребудет с вами рок, Субтитры сделал DimaTorzok